Здравствуйте. Прелюбопытнейшие новости пришли из Африки, а точнее из государства Буркина-Фасу. Причем новости, которые касаются России, касаются войны в Украине и касаются Беларуси. И которые вызвали, конечно, по-белорусскому необыякое бурение у российских военкоров. Не у военкоров, а у владельцев либо администраторов телеграм-каналов так называемых российско-африканских. Это остатки сети Пригожина по Африки. В чем же суть? Давайте по порядку разбираться. Итак, что мы помним по Буркина-Фасу? Это то, что Россия пытается закрепиться в этом государстве. В самой стране в 2022 году прошли два переворота. После последнего сентябрьского государством правит капитан Ибрагим Траор. В стране работают активно военспецы, которые раньше полет ЧВК «Вагнер», сейчас приехали от Африканского корпуса. Там же работают сами боевики ЧВК «Вагнер», которые воюют с боевиками группировки «Ансарул Ислам». Это филиал Исламского государства, то есть афилирован с Исламской государственной международной группировкой. И группами местных туарегов, которые не слишком, как бы сказать, любят хунту в столице. И там же, в этом же государстве, кстати, Росатом намерено построить атомную электростанцию, о чем уже говорилось. В одном из видео ссылочка будет вверху. То есть, на первый взгляд, страна полностью в зоне российского влияния, все прекрасно, но приходит удивительная новость. Новость достаточно, на первый взгляд, простая. То есть, Буркина-Фасон для своих вооруженных сил закупает несколько беспилотных летательных оборотов «Байрактар» и один БПЛА «Знаменосный рейдер», известный более как «Байрактар Акинджин». Но это тот самый, который создан в формате сотрудничества Украины и Турции, на котором стоят украинские двигатели АИС-450. Еще раз, покупает. То есть, часть была передана, за часть заплатили деньгами. Вот тут, как говорится, оцените красоту игры. То есть, Российская Федерация, она предлагает «Золотые горы», «Буркина-Фасон». Она оказывает какую-то военную помощь, присылает туда воинспецов и так далее, оплачивает. Она поставляет туда, поставляла, точнее, вооружение и технику, также оплачивая. Говоря о перспективах, естественно, помощь финансовая, но при этом, на этом фоне точнее, «Буркина-Фасон» платит живые деньги турецкому производителю и покупает оружие в Крыму. Для Кремля это крайне неприятная новость, тем более, что это, как бы сказать, иллюстрация процесса, который уже идет. Объясню, в чем суть. То есть, мы помним, что позиции Российской Федерации в Африке достаточно сильны, да? Соответственно, частично эти позиции обеспечиваются регулярными поставками оружия. То есть, континент, на котором региональные, локальные конфликты – это вещь привычная, естественно, является потребителем вооружения технику. И на этом фоне Российская Федерация является одним из ключевых поставщиков, пусть не самого современного, но вполне простого и, как говорится, эффективного оружия. Ну, естественно, и боеприпасов. И такая регулярность поставок и гарантированность поставок, она во многом определяет позицию африканских лидеров в отношении России. Даже тех, которые имеют качество экономических либо политических партнеров в других государствах. Ну, типичный пример – Алжир. То есть, Алжир экономический, во многом политический, он ориентирован скорее на Европейский Союз и на Францию. Но Алжир регулярно покупает российское вооружение, соответственно, алжирское руководство, скажем так, с большим приятетом относится к российским политическим интересам. Второй пример – Ангола. То есть, некогда это государство, в котором Россия была чрезвычайно сильна. Но сейчас Ангола экономически – это скорее ЮАР и Китай, частично Европейский Союз, политически – это скорее тоже ЮАР и Китай. Но вновь такие российские вооружения и российские вооружения. И так можно продолжать еще 5-6 государств, которые в том же самом формате на улице. И если Россия теряет вот эту вот сферу, которая гарантированно привязывала африканские государства к Кремлю, возникает вопрос – что вместо этого? И вот тут получилось как раз-таки самое неприятное для Москвы, потому что сферу они начали терять. Почему? Так все очень просто. Когда Россия вязалась войну против Украины, рассчитывали на так называемую войну за три дня. То есть, три за три дня, быстрая победа и так далее, назвали СВО, все прекрасно. Но оказалось, что война затянулась. Украинцы по удивлению отказались сдаваться. И более того, периодически, скажем так, хорошенько валяют. И на этом фоне получается удивительная метаморфоза с якобы мощнейшим российским ВПК. Он не вытягивает. То есть, он не вытягивает даже быструю поставку вооружения тех, что позволило бы России, проводя мобилизацию, быстро нарастить, создать, точнее, новые полки, бригады и так далее. И попытаться решить вопрос силовым путем за счет просто массы. Ну, как просто привыкли. И более того, он не вытягивает даже экспортный рынок. Причем речь идет не только об Африке, а речь идет даже о ближайшем союзнике, как России принято считать, о Лукаше. Потому что, я напомню, недавно было видео, которое называлось «Для союзника оружия нет». О том, что Российской Федерации не будет в 2024 году, вероятнее всего, поставлять в Беларуси ни БТР, ни танки, ни самолеты, ни средства противовоздушной обороны. Кроме тех, которые, скажем так, выделялись в классных запасах войны. Почему? А потому что нет. Потому что новые идут на фронт. Кстати, для белорусского ВПК это стало очень хорошей новостью. Потому что часть реально перспективных отраслов вооружений, которые ранее рисковали так и не попасть в войска, они сейчас проходят государственные испытания, вероятнее, все будет последовательно. Но суть не было. Россия уходит из Африки, но, еще раз, конфликты перманентные. Группировки повстанцев, они есть в большинстве государств. Соответственно, необходимо вооружение техника боеприпасов. В то место. И вот на это место заходит та же самая, то же самое Китай, та же самая Россия. На этом фоне позиция Российской Федерации. То есть они видят, что они рынок теряют, и если война будет продолжаться еще хотя бы год-полтора, они его потеряют. То есть они потеряют значительное участие. Поэтому можно возмущаться, можно кусать локти, можно говорить о том, что мы вам покажем кишкину мать, но делать они ничего не способны. Потому что банально оружия нет. А точнее, вооружения нет свободных. Что делают турки? Ну, турки предлагают, речь не только о Буркино-Фасоне, еще в ряд государствах ходят, они предлагают более современные, более технологические строительства по приемлемой цели. Что делает Китай? Китай делает тоже интересно. Он интенсифицирует военно-техническое строительство с целым рядом государством, там около десятков. И, проводя перевооружение своей собственной войны, он в старой России передает африканским партнерам. Для тех, в принципе, это хорошо, потому что даже в старой китайском производстве все равно более совершенное оружие, чем современные российские. А с точки зрения условной совместимости по калибрамм, по боеприпасам, это есть. И в результате, еще раз через год-полтора, может оказаться, что русские, даже попытавшись вернуться, они столкнутся с тем, что место уже занято. Ну и, соответственно, там, где занято место поставщика оружия, там происходит в том числе и политический разворот в сторону нового партнера. Поэтому Российская Федерация, естественно, пытается изменить характер своей политики. То есть тут как раз такой ход РУСА, там пошли слухи, что они собирают еще асфальт жире и так далее, там электрические сети. Ну, посмотрим, как это у них получится, потому что это тоже процесс далеко не быстрый. Удержание в зоне своих интересов – это тактически, это не значит, необходимы какие-то денежные потоки в африканских устройствах, особенно бедные. Ну, что тоже во многом под вопросом. Тем не менее, говорить о полном обвале нет, но говорить об ослаблении позиции, по крайней мере, на оружейном рынке – это вполне вероятно. Ну, и для белорусской части аудитории тоже есть интересный аспект. То есть оружейный рынок будут делить не только турцы и Китай, но это крупные ширины. Естественно, будут европейские игроки и будет один маленький игрок, то есть государство, возглавляемое одним усатым персонажем. Да, Республика Беларусь, которая уже достаточно давно поставляет вооружение технику на африканский контейнер. Причем не только в те государства, куда поставлять можно и где контракты, ну, как говорится, легальные и белые, но также в зоны конфликта, в те государства, куда поставлять оружие вообще-то нельзя. О чем говорю? Ну, пару лет назад проводил исследование по средствам РЭП, и было, среди прочего, нашего информации, что в армии гералахов, как-то лето. Вот другая система, с которой включаем эффективность, в которой мы получаем эффективность, но после окна поставили в результат. Ну, в деле достаточно большие слова, там частично писали, в реальности и форум есть, и видео о том, как это работает, то есть, да, эффективность была. С другой стороны, гражданская война в Судане. Ну, да, там очередной раз, точнее, то, что началось между силами оперативной поддержки и вооруженными силами, оно продолжается. И там удивительная ситуация, потому что поочередно, другая сторона противостояния, они брали склады друг друга, ну и, соответственно, хвалились трофеями. То есть они взяли у армии на вооружение белорусская модернизация БТР, ой, БМП-2, а у силы операционной поддержки белорусская Каймаль. В чем пикантность в том, что в эту сторону поставлять оружие нельзя? Это раз. И второе, пикантность в том, что официально Беларусь там никак не поставляла, хотя в начале вооруженного противостояния в Хартуме сожгли один белорусский транспорт. Ну тоже так мелочь, но, как говорится, приятно. Или неприятно для владельцев самолета. То есть Беларусь поставляет. Поставляет массу своей через структуры в Объединенных Арабских Эмиратах, то есть через структуры, ну, под кураторством того же самого Шеймана, через того же самого Зигмана. И УКОТ России, он создает окно возможностей для белорусского косвоинпромета. То есть не просто поставлять, а кратно увеличить поставки оружия из Беларуси. Ну, причем, учитывая, что страна все равно под самцем, как говорится, особо смотреть за режимные ограничения никто не будет. При этом, что самое забавное, что эта тема, вероятнее всего, она будет отсюда на встречах Лукашенко и Путина. И вероятнее всего Лукашенко будет говорить что-то вроде, что мы будем продавать оружие в Африку, чтобы этот рынок, который принадлежит нашему союзнику, не заняли вражеские силы. Ну, есть только одна пикантная издали. Вражеские силы, так называемые, это, ну, в первую очередь, это пункции Китая. То есть это те государства, которые в Беларуси рассматривают как возможные противовесы либо балансиры российского влияния. И как с Ардоганом, так и с силой Лукашенко весьма неплохие отношения. Поэтому, да, для Путина будет сказка про защиту там интересов союзного государства. Ну, что, в принципе, будет правдой, потому что Беларусь является частью этого самого союзного государства. То есть защита только части интересов. Вот, а с другой стороны, это будет, вероятнее всего, хорошая координация, тесная зарубка бабла на оружии вместе с тухками и китайцами. Поэтому Африка весьма интересный консеренент. И, кстати, для тех, кто интересуется теневыми потоками, как раз-таки деньги за оружие во многом будут идти тени. Ну, или не деньги, потому что заряды государства идут в виде золотишка и драгоценных камушек, которые привозить, в принципе, намного меньше. На сим у меня все. Видео понравилось лайкать, расшаривайте, комментируйте. Традиционно не верьте ни одному моему слову, проверяйте, перепроверяйте. То есть верить любой говорящей коврине нельзя ни в коем случае. Потому что, когда вы верите на слово, вы лишаете себя возможности принимать собственные решения. Приходите к собственным выводам. А человек называется человеком разумным, потому что умный думать, и человек, думающий сам, как правило, более успешным, что успех – это то, чего я желаю в своем виде. Поэтому можете соглашаться, либо не соглашаться, верить не стоит. Ну, а также спасибо тем, кто поддерживает, то есть спонсор на YouTube, подписчикам, ой, спонсор на… да, спонсор на YouTube, подписчикам на Патриот, тем, кто расшаривает эти, тем, кто распространяет, огромного вам спасибо. Ну и, естественно, традиционно для разрешения каждого ролика – радости, счастья, удачи и мирного нету никого. Всего вам наилучшего.